Девятое место в рейтинге субъектов в стабильные финансовые показатели и максимально открытый бюджет. Все эти достижения, как основные итоги 2017 года, по словам губернатора, позволят при Ангаре рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку федерального бюджета. Это позволяет нам, кроме того, что мы, естественно, получаем возможности финансирования различных направлений бюджетной сферы, еще заработать так называемый грант в размере 714 миллионов рублей, который будет перечислен нам уже в начале следующего года, так как регион занял высокое место среди всех регионов. По мнению Сергея Левченко, регион вправе рассчитывать на более серьезное финансирование. Иркутская область за 11 месяцев этого года перечислила федеральный бюджет налоги в сумме более 160 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Эффективной признана реализация в при Ангаре программы формирования комфортной городской среды. 15 муниципалитетов обустроили 287 дворов. В следующем году проект будет расширен. Эта программа оценена на федеральном уровне как успешная. И на следующий год мы запланировали увеличение. И федерация запланирована, и областной уровень запланирован увеличение. Я думаю, что это будет 650 миллионов рублей. Те, которые запланированы из федерального бюджета, они с нашей добавкой практически в полтора раза увеличивают наши возможности по этой программе. Что касается социальной поддержки населения, то областное правительство не планирует снижать объемы. И даже наоборот. На вопрос ангарских журналистов о дефиците числа поездок для льготных пассажиров губернатор ответил, что решение об увеличении лимита уже принято. Я дал задание правительству, чтобы посчитали все наши возможности, ресурсы, чтобы с 1 апреля следующего года увеличить количество регламентированных поездок с 30 до 50. Это тогда, когда начинаются перевозки и так далее. Снижена задолженность по заработной плате с 96 до 23 миллионов рублей. Кроме того, удалось замедлить инфляцию и повысить среднюю заработную плату на 6%. Сейчас она составляет 36 700 рублей. Активными темпами в области идет строительство. В этом году в эксплуатацию введено почти 800 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, возводятся новые и ремонтируются существующие социальные объекты – детские сады, школы и париклиники. Показатели внушительные, а динамика положительная – подытожил встречу губернатор. Однако достижениями в целом глава региона остался, по его словам, не удовлетворен. Планку нужно повышать как в общей экономике региона, так и качестве жизни каждого отдельного человека. Наталья Зарубина, Наталья Никифорова, Дмитрий Новопашин. Местное время.